Арзуманов мне сказал, что больше трёх лет у него была эта пауза в карьере. Но было очень непросто вернуться. И он это возвращение осуществил. Я уже сказал чуть ранее, в Лиге Сибири он провёл первое поединение. Больше, чем за трёхлетний отдых в кавычках, отдых от поединков официальных. Естественно, он в это время поддерживал свои физические возможности. Он тренировался, но официальных стартов у него не было. А сейчас дебют его в Лиге W7. Пойцов в синем углу 24 воль. Рост 170-70 литров, вес 66 килограммов рот. Киско Кэшер, по битву, из нового носа. Но профессиональный торт 4 победы, не одного поражения. Киско Кэшер, представитель Росе. Классный турнир, брат Актинджон. Первый турнир, брат Актинджон. Мастер Криво. Криво. Рост 170-30 литров, вес 66, и не 1.5 килограммов рот. Продолжение следует... Очень интересное противостояние, уважаемые друзья. Нам с вами предстоит увидеть Бахтияр Арзуманов против Тимирхана Ахтемирова. Молодой проспект против опытного ветерана, которым несомненно является Бахтияр. И вот у нас начинается поединок. Бахтияр заготовил в самом начале первого раунда правый кросс через руку, но мимо цели. Лоу-кик. Тимирхан пробивает и тут же в ответ его пропускает. Идет вперед Бахтияр Арзуманов. Ну и, конечно, лоу-кик от Бахтияра. Ну и, конечно, будет пытаться встретить его Тимирхан. Тимирхан на ногах прекрасно двигается. Да, очень легко и свободно. Но обычно бойцы с подобным передвижением на ногах очень чувствительны и в том числе могут свою дистанцию нащупать очень быстро. Попытался сейчас Тимирхан навстречу. А здесь справа попадает через руку. Мы видим, как явно заряжается на этот удар справа Арзуманов. Но попадает, периодически доносит у него до цели, до этого. Такой интересный удар был с выбросом руки из внутренней части. С внутренней части только локтем работал Джон Джонс, мы помним, в свое время. И Адлана Амагов, когда мне доводилось еще работать с этим прекрасным нашим бойцом, он после спаррингов с Джон Джонсоном приезжал ко мне на тренировке и в том числе показывал, как наносится этот удар. Очень интересная техника. И креативная, и нестандартная. Здесь что-то... О, здесь справа. Справа, еще лево, но не так акцентировано. А Артемиров справа зацепил, очень классно. Ну и все-таки конек Арзуманова, это партер, все об этом знают. Нужно, конечно, ему стремиться именно туда. Потому что там он завершает бои досрочно, это его стихия. Тут явно уже выцеливает, преследует своего соперника Арзуманов. Кстати, Бахтияр Арзуманову тейп именно и левый, и правый кулак осуществлял Мурат Бичуев. Главный тренер бойцов с клуба Ахмат. На встречу тейкдаун хотел провести, наверное, была, по крайней мере, задумка такая у Арзуманова. Но не получилось. А мы знаем, что тейпирование кулаков сейчас особенный такой церемониал. Отчасти можно так это назвать. Действие. Потому что очень скрупулезно и предметно подходит. Какой лоу-кик высекающий. Здорово. И вдогонку справа еще зацепил своего соперника Бахтияр Арзуманов. Очень мощный лоу-кик. И сам справа пропустил навстречу. И сейчас Арзуманов вздваивал. С левой ноги он пробивал лоу-кик под внутреннюю часть бедра. И тут же наносил левый боковой. Ну и все время есть у него в арсенале этот удар правый кросс через руку. Он пытается своего оппонента в этом бою действительно удивить и сокрушить. Потому что этот удар чаще всего он является мощным. И сокрушающим очень нередко приводит к нокаутам. Как минимум к падению наносил. Ну и Тимирхан, конечно, очень интересный проспект. Мы с вами видим, конечно, пока ему не хватает атакующих действий в этом поединке. Он работает на контратаках, по крайней мере пытается. И вторым номером ярко выраженным. Но включил ноги. Как в этом случае принято говорить. Только на ногах. Ту самую работу. В англоязычном значении. Футворк, так называемый. Он сейчас демонстрирует. Но при этом хочет, может быть, и так же нащупать свой бой. Почувствует свою дистанцию. И, конечно, не так много действий. Успешно с его стороны в этом раунде мы наблюдаем. Вероятно, он выполняет установку. Ждет. Хороший лоу-кики. А вот здесь было неплохо. Не пропустил сам Бахтияр. Атактимирова с правой руки через руку. Он замышлял. И, кстати, по-моему, зацепил он этим ударом. А потом в последующем не попал. Попытка удушающего. А вот здесь взял. Со стороны Арзуманова. Посмотрите, какой плотный захват. Взял Арзуманов. И сейчас Бахтияр будет пытаться. 10 секунд. Довести этот захват до верного. Но мало вероятного, что ему это удастся. Остается. Встает на ноги. Тимир Хан. И тем самым очень грамотно защищается. Мы видим, что Тимир Хан контролировал, в принципе, ситуацию. Хотя захват был очень плотным. Ну и второе дыхание в своей карьере Бахтияр Арзуманов приобрел. Вот этим недавним победным выступлением. И сейчас продолжением своей собственной карьеры у себя дома в Азербайджане. Так ему и доводится проводить два поединка подряд в двух промоушенах российских у себя дома. Да, действительно, здесь справа довольно-таки неплохо попал Артемирова. Пусть и вскользь, но очень точно и своевременно. И вот здесь на удивление легко шею отдал Артемиров. Ну и Бахтияр, конечно, чуть не воспользовался этим. Как я уже отметил, очень серьезный мастер-партер Арзуманов. Это его стихия. Я думаю, он будет пытаться перевести соперника туда, если бой затянется. Да, и при любом сближении Артемирова со своим соперником Бахтияром Арзумановым Артемирову уж точно нужно быть на чеку для того, чтобы Артемиров не осуществлял по нему бросковые различные действия. Бахтияр в этом знаток. Ну и советуют Бахтияру Арзуманову постоянно выбрасывать джеб в левую переднюю руку для того, чтобы готовить свои атаки. Вот сейчас удар в корпус мы увидели. Что мне понравилось сейчас от Арзуманова? Как только поменял стойку Артемиров, встал в левшу, сразу вот, значит, бойцовское мышление на высоком уровне опытного Бахтияра. Сразу же право по тулу, еще по печени. Потому что печень правого нижнего подреберья стала ближе, когда боец поменял стойку в левшу Артемирова. Ближе, естественно, к Арзуманову. Бахтияр попытался жестко пробить в области правого нижнего подреберья. Не совсем это удалось сделать, но зато мышление бойцовское во всей красе было проявлено. А вот здесь здорово действует умно и хитро Арзуманов. Через корпус сдвоил слева руки и тут же на голову левой сбоку перевел Арзуманова. Ну и тот самый удар справа, свинг такой, затянутый свинг. Немного до цели он не дошел, Арзуманова. Ну и перевести соперника пока не получается. Была сейчас такая слабая попытка. Арзуманов очень устойчив на ногах. Ну и двигается, как вы уже отметили, Максим, очень хорошо и много. Ну и Ахтимирову тоже пора что-то придумывать. Двигаться и защищаться это, конечно, хорошо. Но за такую победу не отдадут. Вот сейчас справа неплохо попал. Есть в арсенале у Тимирхана также удары справа. И слева джеб неплохой. Но нужно чаще ему включать. Да, вообще быстрые руки у этого парня. И только быстрые ноги, кстати, в передвижении. Он обладает неплохим боксом. И удары выбрасывает с рук достаточно на высоких скоростях. Но не часто пока исполняет подобное. Сейчас он целил справа очень явно. И, конечно, прочитал это действие Бахтиара Зуманова. Спокойно делал он защитное действие. И тут же склинчевал своего оппонента. И попытался с локтя ударить в стойке Бахтиара Зуманова. И на выходе справа также хотел достать соперника Артимиров. Но не получилось у него. Сейчас дистанция не мощная. Сдваивал справа Артимиров. Но мимо цели. Видит все эти действия Бахтиара Зуманова. К сожалению, вот эта работа явным номером вторым Тимирхана не дает нам возможность увидеть такой бой кость в кость, как говорится. Чего, несомненно, наверное, желали бы зрители. Но это его право. Это его тактика, естественно. И вот сейчас, что придумает здесь Тимирхан? Магомед Бибулатов. Боец клуба Ахмат. Председатель лиги UFC. Сейчас мы видим его на экранах. В первом ряду наблюдает за поединками очень предметно. И обернут он во флаг Чеченской республики. Ну и в том числе рядом президент клуба Ахмат Абузайд Весмурадов. Ну и также Лечи Курбанова мы можем наблюдать. Ну и множество других очень известных бойцов. Председатель клуба Ахмат. В том числе и Забита Самеда. Справа хоть и в блок, но все-таки уже злится Бахтиара Артиманов, что соперник не принимает открытый бой. Призывает он его к этому. Но просто идет вперед опытный боец и выцеливает своего соперника. Сейчас Бахтиар попытался исполнить такой серьезной амплитудой правый лоу-кик, но при этом мимо цели и еще раз мимо цели правой через руку. Удар. А вот здесь левый сбоку точно от Бахтиара в коротком клинче. Осуществил успешное действие Бахтиар. Сейчас справа повторно попадает Бахтиар. Здорово опять действует в сближении. С левой руки к коротким левым боковым Бахтиар попадает. И вот попытка тейкдауна. Как прекрасно защищается Ахтимир. Очень устойчив. На ногах чувствует он эти моменты. И не дает никакого шанса. Но очень настойчив в своих попытках провести тейкдаун. Вот колено в клинче. И сам переводит соперника партер, но не удерживает Тимирхан. Да, перевел действительно искусно. Эффект неожиданности тоже сыграл свою роль. Бросок от Ахтимира был действительно таким интересным. Но и не удалось развить успех. Быстро на ноги стал Ахзуманов. Два тейкдауна под занавес и первого раунда в сумме, и второго у нас получается от Ахтимирова. Но слишком пассивен он был до этого. Победа пятиминутка. Как мы знаем по современным правилам в ММА, которые существуют, сейчас одних тейкдаунов не хватит для победы. И даже если их будет слишком много в одном раунде, нужно развивать успех. Нужны последующие активные действия. Это либо добивание, граунд-энд-паунд используем, либо выход на болевой или удушающий захват, либо болевой прием. Но здесь мы видели, что не довелось Ахтимирову даже попытки подобные осуществить, потому что Бахтияр Азуманов за счет своего очень серьезного опыта быстро подпринимал контрдействия. Чаще всего вставал на ноги и продолжал поединок уже в другом положении. Третий заключительный раунд начинается. Уважаемые друзья, любители смешанных и наборств, Бахтияр пока по итогам двух раундов ближе к победе. Боец Азербайджана. Почувствовал вкус. И вторая молодость продолжается. Охотится за своим соперником буквально Бахтияр. И в третий раз скажу, пора... Оу, справа неплохая задумка была, но немного точности не хватило. Скользь удар пришелся. Ахтимирова. Тимирхан Ахтимирова. Вы знаете, что меня удивляет? В Ахтимирове Асламбеку. Ему предоставлен шанс. Предоставили подписать контракт с мировой лиги Ахмат. Этот шанс, вот этот поединок. И он должен всего себя отдать для того, чтобы зацепиться за этот шанс. Но я вижу, что у него настолько еще много сил. И с подобной тактической задумкой, которую он использует в этом поединке, этих сил еще больше становится. Он их не тратит по большому счету. И вот я жду от него взрыва. И этого взрыва все-таки я не вижу. Решительности не хватает Тимирхану. К сожалению. Потому что, понятно, первый раунд, как-то еще второй раунд, но в третьем нужно включаться, потому что, ну как отдавать победу в раундах, когда ты постоянно отступаешь, и нет каких-то серьезных действий. Рассечение мы видим под левым глазом. Рядом с левым глазом сбоку. У Тимирхана Ахтимирова. В таком бою победу не отдадут Тимирхану. Потому что ее не за что отдавать. Здесь очень здорово. Если быть откровенными. Здесь использовал на корейском языке, назову этот удар, Йопчаги. Удар ребром стопы. Наносится он и Арзуманов. Бахтияр сейчас по туловищу попал. И попытка удушающего со стороны Бахтияра Арзуманова. Второй раз за бой. Второй раз за бой. Прекрасный захват мы с вами видим. Прекрасный сейчас исполняет. И здесь близок к победе Бахтияр Арзуманов. Из последних сил. Тимирхан Ахтимирова. И все-таки вырубается. О, потрясающе. Вот это Ахтимирова. Вот это парень терпеливый. Поругали мы немного Тимирхана. Но с характером, конечно, все в порядке у этого парня. Какой он сейчас на себе захват перенес. Это что-то с чем-то. Чистый. Чистейший захват. Ну и рассечение уже более серьезное. Все серьезнее становится у Тимирхана. Заливает он кровью себя и своего соперника сейчас. Посмотрите, сколько крови мы с вами видим. Очень серьезное рассечение у Тимирхана. Видимо, это рассечение раскрылось еще значительнее. Потому что, когда оно появилось, такого кричения, конечно, мы не видели. Но и сейчас весь крови его оппонент. Крови соперника. Действительно. Кровавый бой получается. Прочитали вы мои мысли, Максим. Действительно. Кровавый бой. Реперин Ардино Срив призывает зрителей поддержать спортсменов. Эмоции зашкаливают на стадионе. И, конечно, поддерживает в первую очередь Бахьяра Ардуманова, потому что он местный. Мы помним очень известный голливудский фильм, в котором снялся Джангот Ван Дамм. Кровавый спорт. И вот этот поединок является кровавым. Действительно, всем своим эффектом демонстрирует, что ММА на данный момент близок к кровавому спорту. И посмотрите, какое колено в клинче. Классно было. Развивает свое преимущество Бахьяра Ардуманова. Ну и Бахтияр на опыте выигрывает этот бой. На невероятном опыте, который есть за плечами у этого спортсмена. Посмотрите, какое мы слышим гул поддержки и скандирование. Справа очень тяжело попадает. Посмотрите. Великолепно. И право по тулу еще тут же рядом с целью. Если бы попал, я думаю, что эффект был бы еще более значительным. Еще раз от Бахтияра. Великолепно. И слева на выходе из клинча. Мы слышали, как местная аудитория поддерживала, скандируя Бахтияр, Бахтияр, называя имя своего любимца. Тем временем 10 секунд и справа сам попытался. Но отвечает. Левым боковым. С левым боковым. С длинным левым боковым. И еще раз справа. Они цепляют, болтают чуть-чуть. Но еще подкатились ноги у Ахтимирова из-за того, что он чуть-чуть скоснулся какой-то конструкции октагона. Но что поделать? Проигранный бой Ахтимировым. Не прошел он, к сожалению, для него этот тест. Но у него будут свои возможности еще. Я уверен, парень молодой. Предоставите вы ему еще раз выступить в Лиге Ахмар? Не исключено. Но для этого, конечно, нужна будет определенная серия побед этому парню. А Бахтияр Арзуманов. У него сейчас другие планы, которые, я думаю, совсем скоро зрителям будут уже известны. Мы поздравляем его с победой. Пока Сусланбек... Извините, пожалуйста, да, некорректно будет говорить это. Извините, простите. Конечно, нельзя забегать вперед, потому что официального решения не было. Все-таки некорректно будет говорить с победой, пока она не объявлена. Пока Сусланбек, вы чуть-чуть так классно интригу такую создали. Какие же все-таки ближайшие планы у этого парня, суперопытного? Насколько я слышал, он подпишет контракт с одной из организаций, но, к сожалению, не с нашей. Была вероятность и с нашей подписаться, но есть определенные моменты, которые мы не можем озвучивать. Есть определенные препятствия, как говорится, у Бахтияра другой путь. И мы желаем ему удачи на нем. Все трое боковых судей, 30-27, все трое судей, единодушно оценивают одинок, 30-27. Единогласно победу. Объективно и во всех смыслах очевидно. Поздравляем мы азербайджанского многоопытного спортсмена с этой уверенной победой. Действительно ее заслужил.